МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверка организована после вчерашних трагических событий в московской школе. Сейчас во всех образовательных учреждениях есть тревожные кнопки. 33% оснащены системами видеонаблюдения. О том, какие еще меры принимаются в чебоксарских школах, нам рассказал исполняющий обязанности начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров. На настоящий момент в 64 школах города Чебоксары установлена система видеонаблюдения, то есть 100% обеспечения системы видеонаблюдения. Кроме того, осуществляется пропускной режим. Здесь его осуществляют, соответственно, представители частных охранных предприятий, сотрудники УМВД, вактеры и так далее. В пятой гимназии у нас установлена биометрическая система контроля, которая, в принципе, является довольно-таки перспективной и, возможно, внедрение в ряде школ и в последующем. Следует отметить, что регулярно проверяются в целях борьбы с терроризмом подвальные технические помещения, проводятся инструктажи, оформляются стенды, посвященные данной проблематике. Районы республики подводят итоги социально-экономического развития. Сегодня их обсуждали в Чебоксарском районе. За отчетный год бюджет перешагнул миллиардный рубеж. Доходы казны превысили расходы. Растут и инвестиции. О том, каким был 2013 год для жителей района, в следующем репортаже. Чебоксарский район, по сути, пригород столицы. На его территории компактно расположились и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. В прошлом году в реализацию крупных проектов вложено более миллиарда рублей. Создано почти 250 новых рабочих мест. Работа продолжится и в этом году. Но есть и проблема. По словам главы администрации, идет сокращение производства на некоторых предприятиях. На таком фоне трудно удерживать достойный уровень заработной платы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководителями данных предприятий удалось сохранить уровень среднемесячной заработной платы. Она составила 13 8300 рубля. Увеличить ее на 1,7% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году не сдал своих позиций завод «Электрощит». Его перед совещанием посетил премьер-министр Иван Маторин. Предприятие занимается изготовлением и поставкой серийного и несерийного электрооборудования. Еще одна серьезная тема – нехватка мест в детских садах. Ликвидировать очереди быстро не получается. Сейчас прорабатывается несколько вариантов решения проблемы, в том числе и возможность создания новых групп. Около 12 миллионов рублей вложено в ремонт и реконструкцию объектов образования. Обновлено технологическое оборудование в пищеблоках в пяти школах. В деревне Яныш идет строительство нового здания средней школы. В прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции составил почти 5 миллиардов рублей. Впервые в 2013-м из бюджета Чебоксарского района сельхозтоваропроизводителям выделено субсидии на возмещение части затраты на общую сумму 5 миллионов рублей с условием сохранения посевных площадей. Вопросов было много. Жители района интересовало и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, и создание культурно-досуговых центров. Задали вопросы по поводу возможного строительства высокоскоростной магистрали, которая должна пройти по территории Чебоксарского района. Это практически великая стройка, такая мощная, начнется, и я абсолютно уверен, будет построена. И тем самым, стыкуя федеральную трассу по автотранспорту, трассу по железнодорожному транспорту, в данном случае перевозка пассажиров, будет обсуждаться на федеральном уровне, на уровне района, на уровне республики. Все эти вопросы будут, я говорю, еще раз согласовывать с вами. Итоги подведены, задачи будущего года обозначены, а значит, будет и развитие. Ведь у района большой потенциал. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Накануне такое же совещание состоялось в Ядрине. Глава республики Михаил Игнатьев побывал в городе Носуре, где ознакомился с работой ряда предприятия, а потом принял участие в подведении итогов социально-экономического развития за 2013 год. Одно из динамично развивающихся предприятий Ядрина – мясокомбинат. Здесь выпускается широкий ассортимент колбасных изделий, мясных деликатесов. В 2013 году в эксплуатацию ввели новый цех по производству мясных полуфабрикатов. Нам удалось поднять производительность труда и за счет этого снизить себестоимость выпускаемой продукции и улучшить экономическое состояние предприятия. Перед строительством цеха полуфабрикатов мы вполне конкретную цель ставили, а именно поднять производительность труда, снизить себестоимость выпускаемой продукции, снизить зависимость качества от человеческого фактора. Вот эти вот параметры были при запуске этого предприятия, они были все цели достигнуты. К слову, все, что производит мясокомбинат, сделано исключительно из сырья, закупаемого от местных сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств. Это все положительно сказывается на качестве товара, отмечает директор предприятия Сергей Якушев. Завод попускает 38 наименований полуфабрикатов, причем только пельменей, из них 12 видов. По рейтингу продаж вот этот сорт пельменей большую долю занимает. Это номинование практически все мясокомбинаты делают. И покупатель выбирает по цене. Это соблюдаем. Забоискота соблюдаешь? Обязательно. Часть готовой продукции поступает в торговые сети республики. 15-20% реализуются в Нижегородской области. Михаил Игнатьев отметил, что предприятию нужно завоевывать новые рынки, вытесняя некачественные товары. В Доме культуры гостей встретил Народный ансамбль «Вирьял». Народные умельцы, как всегда, удивляли посетителей своими талантами. Вышивка, ткачество, резьба по дереву. Глава республики порекомендовал мастерам продвигать свои изделия не только в районе, но и активнее участвовать в конкурсах республиканского масштаба, таких как «Русь мастеровая». На совещании, посвященном итогам социально-экономического развития Ядринского района за 2013 год, было отмечено падение объемов производства картофеля и овощей, но они меньше, чем в среднем по республике. А по валовому сбору зерновых культур обеспечен рост объемов производства. Во всех хозяйствах района сохранилось поголовье крупного рогатого скота. И это приятно. Большое внимание на совещание уделили вопросам демографии. Михаил Игнатьев призвал местные власти усилить работу по пропаганде здорового образа жизни, что, несомненно, должно положительно сказаться на продолжительности жизни ядринцев. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, «Республика». Там же глава Чувашии вручил награды лучшим работникам, свидетельства на стипендии инициативным молодым людям, а также сертификаты на федеральный и республиканский материнский капитал. А тренер-преподаватель по самбо и дзюдо «Ядринской дюш» Александр Семенов и студент Новочебоксарского училища Олимпийского резерва Евгений Паркин получили сертификаты на поездку в Сочи. В правительстве Чувашии вторая в этом году отставка. В этот раз от должности освобожден глава Минфина Михаил Ноздряков, который работал в статусе вице-премьера. Он уволен по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель Фарида Муратова. Напомню, Михаил Ноздряков проработал министром три года. Его назначили на этот пост в январе 2011 года. До этого он работал в одном из банков Чувашии. Призыв на радиочастотах. Управление ГИБДД по Чувашии и национальная телерадиокомпания начинают новую совместную акцию. Водители маршруток будут просить соблюдать правила дорожного движения в эфире их же раций. Автор аудиоролика – известный блогер и член общественного совета Министерства внутренних дел Республики Альберт Ильин. Насколько эффективны такие меры, мой коллега Дмитрий Ковалев послушал запись, которая должна повлиять на совесть водителей. Вот так вот по времени гоняют наши маршрутные такси по Чебоксарам. И ни для кого не секрет, что сегодня на наших дорогах больше всего нареканий звучит как раз в адрес водителей наших маршрутных такси. Не берегут они нас. Стиль поведения на дороге водителей маршруток уже давно вызывает множество нареканий и у пассажиров, и у водителей, и у инспекторов ГИБДД. ДТП с участием пассажирских автобусов происходит часто. Известный блогер Альберт Ильин точняет – чуть ли не каждый день. Терпели мы это, терпели. И решили немножко разнообразить и свои будни, и ваши суровые будни, уважаемые водители маршрутных такси. Немножко решили их разнообразить. Мы начинаем с вами работать. Работать с вами мы будем методом кнута и тренировки. Управление ГИБДД предупреждает по-хорошему. Именно так называется видеоролик, снятый чебоксарским блогером. На водителей, говорит он, могут повлиять и огромные штрафы. Но инспекторы решили поступить по-человечески. И просто попросили соблюдать правила дорожного движения. Аудиоролики будут крутиться на специальной частоте. Водители призывают не превышать скорость, придерживаться крайней правой полосы и высаживать пассажиров только на остановках. Помните о том, что использовать мобильный телефон при движении запрещено. Нельзя обелечивать пассажиров в ходе движения. Доводим до вашего сведения, что в настоящее время нами проводятся непрерывные мероприятия по пресечению противоправных действий со стороны водителей пассажирского транспорта. Слушателями этого ролика поневоле станут многие чебоксарцы. Рации установлены в салонах каждого второго маршрутного такси. Повлияют ли такие аудиопризывы на уровень аварийности, покажет статистика. В ГИБДД ожидают только положительный эффект. Но только аудиороликами дело не ограничится. За микроавтобусами будет следить и большой брат. На хвосте нарушителей правил дорожного движения в любой момент может появиться и автомобиль со скрытой видеокамерой. Маршрутное такси сопроводят до конечной остановки. И водитель вместе с протоколами получит непровержимые доказательства своей вины. В ГИБДД надеются, что такие меры вразумят водителей, которые обязаны беречь своих пассажиров. Медрик Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Чувашские полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение на таксиста. Всех участников налета, их было 5 человек, задержали буквально в течение суток. Подробность этой истории у Олега Шнина. Утром 28 января в полицию обратился чебоксарский таксист. Накануне около часа ночи к нему в салон автомобиля ВАЗ-2114 подсела молодая парочка, которая попросила довезти их до одной из деревень Чебоксарского района. По дороге влюбленные по заранее придуманному плану стали выяснять отношения. В какой-то момент водителю пришлось остановиться. Тогда к машине подбежали двое парней. Один из них был с предметом, похожим на автомат. Мужчина около 35 лет обратился в полицию с сообщением о том, что на территории Чебоксарского района его трое неизвестных лиц побили, отобрали машину. Также сообщил, что после того, как отобрали машину, значит, отвезли его на квартиру, где удерживали всю ночь до утра. Угрожая, налетчики заставили таксиста написать расписку на машину, отобрали все документы и телефон, а под утро вывезли его в Маргаушский район, где оставили в безлюдном месте. Получив эту информацию, оперативники уголовного розыска буквально в течение суток установили и задержали всех участников событий. На данный момент действительно возбуждено уголовное дело по статье 162.62 Разбой уголовного розыска Российской Федерации. По делу, значит, проходят у нас пять человек, трое парней и две девушки. Самому старшему 23 года. Двое, включая его, ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Следству еще предстоит установить роль и степень вины каждого из них. Известно, что целью налета была машина, которую компания собиралась продать. Изъятые орудия преступления отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Почуварской Республики. Его происхождение устанавливается. Найти перспективные проекты. Такую цель поставили перед собой организаторы Russian Startup Tour. 5 февраля в Чебоксарах состоится встреча экспертов российского рынка инноваций и венчурных инвестиций с авторами высокотехнологичных проектов. Участвовать могут молодые разработчики инновационных проектов, стартап-команды, технологические предприниматели, студенты старших курсов и аспиранты вузов, резиденты бизнес-инкубаторов и технопарков. Встреча состоится в рамках беспрецедентного роуд-шоу институтов развития Russian Startup Tour, которое пройдет с 20 января по 18 апреля 2014 года в 26 российских городах от Владивостока до Санкт-Петербурга. Участники встречи смогут лично пообщаться с экспертами Russian Startup Tour, получат предварительную оценку качества, инновационной привлекательности своих проектов, поработают на стратегических сессиях и мастер-классах от приглашенных спикеров, коучей, консультантов по бизнес-планированию, маркетингу, коммерциализации проектов, патентному и авторскому праву. Russian Startup Tour стартует завтра, а сегодня наша съемочная группа побывала у участников этого мероприятия в пятой гимназии, которая является школой Сколково и в чебоксарском филиале компании «Диасофт». Гимназию действительно можно назвать инновационной площадкой. Здесь ученики средних классов проводят опыты и исследования, а в старших создают проекты и программы. Биология – это наука не кабинетная. И вот для того, чтобы не засушить ребенка знаниями, а для того, чтобы у него был живой интерес, чтобы удовлетворить его научное любопытство, у нас была организована биолаборатория. Сюда она называется «Открытая». Сюда ребенок имеет открытый доступ. В биолаборатории занимаются по двум направлениям. Первая группа ребят – это те, кто выбрал биологию профильным предметом. Они работают на платформе международного сетевого проекта «Глобал Лаб» – «Глобальная школьная лаборатория». Это дает возможность ребятам обмениваться на форумах своими результатами. Каждый ученик может стать автором проекта. Другая группа биологией занимается в свободное время. И платформа у них другая – это электронный ресурс – микролаборатория по биологии. Программа создана в стенах самой гимназии. Отчет каждого ученика в электронной форме обязателен. Я иду на врача, и биология для меня очень важна. И поэтому я пошел на этот курс, потому что он может многое дать мне. Если мы будем изучать животных или растения, то животные очень схожи с человеком. И мне это в дальнейшем похоже – изучение медицины. В пятой гимназии разработаны две программы для проведения дистанционных олимпиад и две для тестирования учеников и учителей. При помощи первых олимпиады можно проводить сразу по всей республике. И проверка результатов займет считанные минуты. И все это делал рук инициативной группы старшеклассников под руководством учителя информатики. Конечно, это делалось под руководством нашей гимназии. За основу мы брали свободные программы с печенью. Иначе говоря, бесплатные программы. Модицировали их под себя и уже активно используем не только в нашей гимназии, но и по всей республике. И культуру родного края гимназисты изучают необычным способом. Знакомиться с историей Чуваша, их традициями, местами проживания. Полученные знания выливаются в вполне реальные проекты. Сначала в компьютерной программе 3D Max школьники конструируют, а потом для большей наглядности делают макеты. Одна из последних выдающихся работ гимназистов – проект создания этнической деревни для туристов. Команда ребят, которая работала над проектом, написала даже бизнес-план. Мы просчитали сумму, которая потребуется для изготовления конкретно этих вещей. Собственные пробы и ошибки дают возможность в будущем найти оптимальную модель обучения. Задача Сколковская как раз школы, чтобы мы сделали авторские учебные программы и уже помогали образовательные программы и основной школы, и старшей школы, и уже транслировали по России. Мы сейчас вошли в сетевую старшую школу. С авторами являются город Москва Алексей Борисович Воронцов, автор с федеральных стандартов, Михаил Черебных, город Ижевск, гуманитарный лицей, и наша гимназия. Это совершенно новая модель старшей школы, и мы являемся авторами дистанционных программ и по химии, и по биологии. Еще одна инновационная площадка – компания «Диасофт». Она поставила для себя цель войти в проект Сколково. Это не секрет, да, определенные, так сказать, экономические преференции по этому проекту. Дальше возможность вообще участвовать во всероссийской информационной, так сказать, революции, так скажем. Порядка 30% банков Российской Федерации работают на наших программных продуктах. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Накануне наша съемочная группа побывала на танцах. Скромно в сторонке, платочке в руках теребя, там никто не стоял наоборот, все танцевали. В Чебоксарах прошел традиционный турнир по бальным танцам на балу у Эврики. Один из старейших и известных в Республике танцевально-спортивных клубов Эврика в очередной раз дает бал. Мы проводим турнир с 1993 года. Приехало очень много судей, очень много пар, очень именитые танцоры. Вешен привоз в федеральную. От Саратовой до Москвы от категории «Дети-1» до молодежи и взрослых. Помимо прочих титулов, в этот раз юниоры-2. А это танцоры 14-15 лет боролись за звание чемпионов ПФО. В итоге наша пара шестая. Чтобы танцевать, что называется, по финалам серьезных турниров, Никита и Даша проводят в тренировочном зале по три часа практически каждый день. И так уже 9 лет. Мы много тренировались перед этим турниром, готовились. Ну и всеобщими усилиями добились своего результата. Когда был маленький, естественно, хотелось бросить танцы. Но потом уже, когда начались хорошие результаты и все такое, уже бросать неохота. У Лизы и Ильи все еще впереди. Ну а пока они гордо держат первые награды, отрабатывают основные движения и учатся уживаться в паре. Ну скажи про своего партнера, какой он? Молодцы! Добрый, но иногда щипается. Ивана дома ждут учебники на носу у 11-классника ЕГЭ. Однако сегодня на уме у молодого человека только танцы. На паркет пара выйдет ближе к вечеру. Но подготовка начинается с раннего утра. К подобному марафету танцор давно привык и к своему образу жизни относится философски. Я занимаюсь очень давно, больше 10 лет. То есть, в первое время это как-то было маленько странно. Прическа на голове, жесткие волосы. Но по мне это красиво и удобно. На представитель Ульяновска Кирилл на вопрос о своей танцевальной судьбе отвечает просто. Куда отдали, туда и пошел. Потом понравилось. Теперь он со своей очаровательной партнершей весьма титулованная пара с серьезными танцевальными планами на будущее. Все пока хорошо идет для нас. Турнир очень нравится, хорошо организованный. Судейство хорошее. Терпение, адский труд и уйма времени. Однако для того, чтобы оказаться на пьедестале, этого недостаточно. Пожалуй, истинную цену, в прямом смысле слова, всему этому великолепию знают только родители. А в этом элитном виде спорта мама и папа. Не только болельщики, парикмахеры, визажисты, стилисты, но и спонсоры. Десятки тысяч рублей за костюмы и специализированную обувь. Тысячи на индивидуальные занятия и стартовые взносы. В этот раз парам и с Чувашей повезло себя показать. И других посмотреть можно в родном городе. Без трат на дорогу. Не все могут выезжать. Либо если выезжают, то выезжают группами на разные турниры. Здесь нашим парам удобно посмотреть друг на друга, попробовать родной паркет. То есть родные стены всегда помогают. И, разумеется, ощутить полную поддержку зрительного зала. Потому что много друзей, много знакомых еще может прийти. Что ж, родные стены или что-то еще помогло танцорам. Однако пары с Чувашей на турнире выступили достойно. Кубки и медали останутся в Чувашии. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Снегопад, который накануне прогнозировали синоптики, сегодня шел весь день. В начале февраля погоду в Чувашии определяет атлантический циклон Надя. Осадки повлияли и на дорожную ситуацию. Только за четыре утренних часа в Чебоксарах зафиксировано 30 ДТП. Есть и пострадавшие. На уборку улиц и снегопадов выехали 24 единицы техники. Завтра синоптики вновь прогнозируют осадки, но не такие интенсивные, как сегодня. Сотрудники госавтоинспекции просят горожан без необходимости не использовать личный автомобиль и передвигаться на общественном транспорте. Кстати, по данным сайта погода в Чувашии, самая высокая температура воздуха 4 февраля в Чувашии была зафиксирована в 2008 году. На 0,3 теплее, чем сегодня. Самая низкая в 1956 году. Тогда столбик термометра опустился до минус 32 градусов. Завтра, 5 февраля, в прямом эфире национального радио Чувашии примет участие член Совета Федерации, сенатор Чувашии Галина Николаева. Она расскажет о деятельности Совета Федерации и ответит на вопросы радиослушателей. Начало эфира в 10 часов 10 минут. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова